С самого утра во дворах Самары стоит гул техники. На улице Чернореченской тоже кипит работа по уборке снега. Расчищают проезды, парковочные карманы, пешеходные зоны и выходы из подъездов. Работаем максимально для того, чтобы территория была очищена вовремя. Стараемся очистить также отмостки вдоль дома, для того, чтобы не попадала влага в подвалы. Работают и на высоте, сбивают с крыш сосульки и очищают кровли от снежных шапок. Управляющие организации трудятся ежедневно в период снегопадов в усиленном режиме. В железнодорожном районе Самары обслуживанием фонда занимаются 38 УК и 134 ТСЖ. Скатных кровель, которые требуют повышенного внимания, 545. Там, где техники не подступятся, в том числе, где проходят газовые трубы, за дело берутся альпинисты. В день они приводят в порядок в среднем до 20 крыш. Но в соответствии с поручениями областных и городских властей объемы работ наращивают и в плане на сегодня только в одном железнодорожном районе 30 кровель. Часть из них требуется очистить по периметру, часть в полном объеме. Задействуют до 14 бригад. Перед началом работ на подъездах жилых домов развешивают предупреждающие объявления и ограждают территорию. На двухэтажках в основном, это дома 6-7 категории, работают бригады с шестами, сбивают сосульки, навесы. Работа сегодня под контролем, помогает нам контроль осуществлять управляющим к районам территории района. Жители двора уборкой на этой территории довольны. Говорят, только за этот сезон кровлю чистили больше семи раз. У нас очень хорошо убираются дворы. Дорога чуть замело, тут же приезжает трактор. И вот он до темна. В общем, мы пока очень довольны работой. Синоптики предупреждают, снегопад продолжится и в ближайшие несколько дней. Всего за двое следующих суток может выпасть около 30 мм осадков. В связи с этим сегодня поставлены дополнительные задачи. По поручению городских властей необходимо заблаговременно активизировать работу дорожников и днем, и ночью. А также для оперативности привлекут дополнительную технику для расчистки и вывоза снега на специализированные площадки. Вопрос стоит в том, что обеспечить проезд общественного транспорта, максимально привлечь технику, максимально отработать взаимодействие между кварталами. Я имею в виду взаимодействие по уличной дорожной сети и работу управляющих компаний и внутри городских районов, чтобы все были обеспечены въезды в районы. Это касается, что подъехала спецтехника, кареты скорой помощи и пожарная, на случай, если будет какой-либо форс-мажор. Высота снежного покрова сейчас составляет 62 сантиметра. Только в дневную смену сегодня расчисткой вручную занимались 3129 человек. Средств механизации 313 единиц. 70 бригад предусмотрены управляющими компаниями для работ на крыше. В отношении недобросовестных организаций, которые вовремя не выполняют свои обязанности, принимаются соответствующие меры. В этой части административные комиссии районов также повышают контроль. Мэри Илчан, Константин Головин. События.